А где ты из пульта, жди! И автоматные грады! И шепчут солдаты, жди! Ты слышишь, дождаться надо! Начался фестиваль-конкурс инсценированной песни «Солдатский привал» с показательного номера команды первой школы. Яркое, по-детски трогательное, оно задало тон другим конкурсным выступлениям. В этом году у нас проходит 22-й городской фестиваль инсценированной песни «Солдатский привал». Этот фестиваль у нас проходит среди обучающихся первых, четвертых классов всех школ образовательных нашего города Лангипаса. В качестве членов жюри у нас председателем является начальник отдела воспитания и образования Департамента образования Моисеева Юлия Александровна. Мы надеемся на зрелищность. Дети, я думаю, прочувствовали то, что они исполняют. Ну вот результаты мы посмотрим. Очевидно, школьники готовились, и не один день в их номерах прослеживается четкое понимание того, что мужеством и доблестью, не щадя жизни, наши воины во все времена отстаивали независимость своей великой родины. Мы сегодня покажем тех людей, которые были на Великой Отечественной войне, какие они были мужественными, храбрыми и сильными. Мы подготовили, как солдаты там сидят и что они делают в бою. И потом мы споем песню, и уходим, и поклоняемся, приходим и убираем за собой все. Позитив у нас сегодня мощный. На фестивале были затронуты такие темы, как любовь к родине, жизнь и честь, память и гордость. На сцене оживали картины военного времени, звучали знакомые песни. Очень эмоционально и точно ребята создавали незабываемые образы тех, кто защищал наше Отечество, в том числе и медицинских сестер. Постановки всех школьных творческих бригад были проникнуты искренностью, поэтому никого не оставили равнодушными. Компетентная жюри по достоинству оценила представленные выступления. В каждой инсценировке была своя изюминка. Победители названы в разных номинациях. Очень нужное дело и очень полезное дело, для того, чтобы ребята могли вспомнить или хотя бы узнать о том, что было во время Великой Отечественной войны, как их деды и прадеды воевали, чем занимались водное время. И в том, что эти инсценировки показывают то, что они могут узнать, показать, увидеть, как это было. Я считаю, что в наше время сейчас, особенно в нашем современном мире, наверное, уже немного люди забыли о том, что было много лет тому назад и какова была история наша. И, наверное, важно именно сейчас работать с детьми и показывать ту работу и вовлекать именно молодежь, детей в том числе, для того, чтобы они помнили и знали о том, что мир – это важно, о том, чтобы они это несли в себе. Алина Нощенко и Николай Горкуша. Наши города.